Брест Полузащитники всегда делают большой объем работы, потому что они играют и в атаке, и в обороне. Это нормально, что мы бегаем здесь только. Півзахисники, знову ж таки, больше забывают, ніж номинальні нападники, скажем, центр форварди? Ну, потому что все смотрят, наверное, нападающего, то есть они не ожидают, когда полузащитник может сбежать в зону. Все внимание идет на нападающего, поэтому полузащитника в основном оставляют открытым. Ну, сегодня даже Микель забил, все ушли на соля там, да, и он был вообще один, поэтому вот так. Бачимо перевтілення Йосипа Піварича, який все ж таки в статусі віце-чемпіона світу показав себе, як забивало вправний. Твой коментар? Ну, Піварич вообще на этих сборах, как Неймар, мы его травим, что он очень хорошо играет в этой позиции. Мы уже говорим, что Вербич уже может не восстанавливаться, уже есть левый нападающий, поэтому посмотрим, дай Бог, чтобы дальше забивал в сезоне. Такая особенность, все ж таки, крайние півзахисники, и Віталій Буярський, и Піварич, они как бы с измещением центра дают? Да, они играют в основном в середине, то есть нет такого, что они играют на фланге, там. Они оставляют бровку крайним защитникам, сами уходят в середину и там делают численные преимущества, вот и все. То есть ничего особенного там они не делают. Ну, это то, что называется базовая модель Динамо, так? Ну, да, да. То есть в середину уходят, крайние защитники идут выше, вот и все. В принципе, ничего нового. Стараемся через середину разыгрывать, и когда есть зона украйнего защитника, играть за спиной, то да. Вчера був повноценный день тренувальний в турецькому таборі Киевського Динамо. И, снова же таки, контрольный матч. Как вот, мы так зрозумели, что главное из тактичных работ было перенести в сегодняшнюю игру. И, власне, как вот на тлі дворазовых тренуваний на наступный день грати контрольный матч? Ну, на самом деле, мы играем по тайму каждую игру. Поэтому, ну, конечно, сложно после физических навантажений, так сказать, играть. Ноги уже не бегут, ты хочешь побежать, не можешь. То есть такого плана. А так, в тактическом, то я не могу сказать, что у нас что-то особенно поменялось. Играем, в принципе, как и всегда. То есть ничего пока там кардинального и изменений нет. А че можно уже оценивать ревень функциональности команды, оскільки цей сбор добігає кінця, логично? Ну, я считаю, что мы готовы. Сегодня было видно даже. У нас была утром тренировка, вечером вышли, да, и показали движение, я считаю, хорошо. Мы очень показали с мячом, без мяча. В физическом плане, вроде бы, все хорошо. Главное сейчас набрать в тактическом и в техническом. Вот, когда проходишь первый навчальный тренировочный сбор, какие выходят качества, которые помогают футболистам закладывать этот фундамент? Все же таки, насколько мы понимаем, это нелегко. Ну, конечно. Я считаю, что характер все-таки должен присутствовать, потому что без него можно реально сдаться на таких сборах. Особенно, когда там 5 дней без мяча, мы просто бегали в Киеве. Ну, мы приехали играть в футбол, да, и нам говорят, вы 5 дней, то есть будьте без мяча, мячи в Турции. Поэтому, ну, мы работали на характере, доказывали, что да, мы будем делать то, что нам говорят, вышли, отпахали, так сказать, и приехали в Турцию. И уже здесь работаем с мячами по 2 тренировки, поэтому все отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова